Депутат Госдумы Хамзаев предложил вынести все магазины торгующей алкогольной продукцией за пределы населенных пунктов. Ссылается автор инициативы на президента Путина, не больше не меньше, который в четверг. Во время ежегодной пресс-конференции много внимания уделил вопросам сбережения здоровья нации. И вот, значит, Хамзаев в этой связи давай идеями фонтанировать, высказываться, мол, а спиртное – это как раз здоровье наших соотечественников. Ой, как подрывает! На этом месте давайте сделаем паузу. Предлагаю рассмотреть ситуацию со всех сторон и обсудить ее детально. Погнали! Итак, запрет на продажу алкоголя в черте городов. Наверное, кто-то сейчас скажет, ребята, так это же прекрасно. У нас на самом деле народ спивается в кои-то веки что-то толковое. Бездельники, депутаты предложили, простите, но я вас обломаю, потому что в данном случае ребятишки совершенно не о здоровье граждан пекутся. Все гораздо проще и банальнее. Лоббирование интересов пивных компаний – вот о чем эта история рассказываю. Дело в том, что по закону пиво не относится к алкогольной продукции, поскольку формально не содержит спирта. Спирт не используется в производстве данного напитка, алкоголем считают совийно. Водка, коньяки, настойки, ну вы поняли, пива нет. Поэтому все, что мы получим по итогу, еще больше пивных притонов теперь вообще в каждом дворе. Это ведь не в первый раз уже. Сперва пивники продавили запрет на рекламу спиртосодержащей продукции, сами при этом спокойно рекламируются по сей день, даже в телевизоре. Вторым шагом в этой войне стал еще один закон, запрещающий продавать алкогольную продукцию в ночное время. Давно назрела необходимость принятия на территории области закон об ограничении продажи алкоголя крепостью более 15% в ночное время. Соответствующий законопроект готовится в прокуратуре. Хотя я бы не назвал это действенной мерой, давайте серьезно, что эту водку продавать по ночам перестали. Да в любую поисковую систему зайди, она тебе с десяток сайтов выдаст, где можно заказать все, что угодно на дом привезут в течение часа, правда в три дорога. Но есть и другие варианты. Где-то по старинке алкоголем из-под полы торгуют полиционеры. Таких торговцев крышуют, охраняют. Теневой рынок для коррупционеров даже более выгоден, равно как и для производителей. Кстати, хотя бы потому, что с акцизами налогами заморачиваться не нужно, да и о качестве тоже думать не обязательно. Ну а травится какой-то работяга, спрашивать не с кого. Официально ночью водку в России не продают? Ой, а уж пиво Никита, благодаря тем запретам, как и разгулялись, не мне вам рассказывать. В каждом городе после принятия закона о ночной торговле начали появляться наливайки, в которых то пиво продают вообще круглосуточно и совершенно легально. Просто в разлив и в открытой бутылке. Они растут как грибы после дождя, причем где растут-то? В спальных районах, возле крупных алка и супермаркетов, возле студенческих общежитий. Приходите к нам, у нас темно и мы пьяны. Поэтому, друзья, еще раз, ни о каком здоровье нации в данном случае речи не идет. Это давняя война за рынок между водочниками и пивниками, и война это на руку всем. В особенности чиновникам, депутатам, силовикам. Кто опять проиграет от идеи очередного запрета, ну кроме бюджета Российской Федерации? Да мелкий предприниматель проиграет. Владельцы продуктовых магазинов, которые и так-то еле-еле концы с концами сводят. Теперь еще и алкоголем им запретят торговать. Я уже много раз говорил, складывается полное ощущение, что идет целенаправленное уничтожение малого и среднего бизнеса. Анти-ковидные ограничения уже часть коммерсов уничтожили. 400 тысяч предпринимателей за полтора года о своем банкротстве объявили. Теперь вот Хамзаевы решили по Воронежу долбануть, добить, так сказать, недобитых, тех, кого ковид не сожрал, кто следующий. Это реальная журналистика была благими намерениями вымощена на дорогах. Не напомните куда. А мы продолжаем. Быть публичной персоной не самое простое дело. На работе ты 24 часа в соке, даже когда просто гуляешь на улице с ребенком. Тебя узнают, подходят, о чем-то спрашивают. Ты не можешь быть лохматым, неопрятным. Короче, должен быть всегда в форме. Это тоже работа, которая тоже выматывает. Мой способ отвлечься от суеты и стресса, это поиграть в игру Хроники Хаоса. Ролевая онлайн-экшен игра. Здесь более 50 крутых героев, каждый с уникальными навыками. Тебе остается только находить победоносные комбинации. Помимо увлекательной сюжетки, состоящей из 130 миссий, в игре доступно еще 5 режимов. Пока я играл, произошли обновления. Вообще, обновления и ивенты тут случаются регулярно. Открываются новые режимы, появляются опасные враги. Сражаются герои сами, ты только активируешь их суперсилу. Кстати, в первый же день тебя ждут суперсундуки с наградами, но выйдут ли твои герои с трофеями с поля боя, зависит от того, как ты их прокачаешь. Мне, к слову, больше зашел режим бесконечная башня, в которой можно получить крутой буст для чемпионов, а также для гильдии, в которой я зависаю со своими друзьями, бьюсь за топ в рейтинге. Хочешь зарубиться, со мной жду. Но и это еще не все. Самый крутой бонус впереди. Хроники Хаоса по праву легендарная игра с огромной армией игроков и сплоченным комьюнити в соцсетях. Собери команду из пяти топовых героев прямо сейчас. Кто пятый? Узнаешь после скачивания. А еще 62 изумруда и 30 тысяч золотых монет. Хроники Хаоса ты найдешь на любом мобильном устройстве. И у игры существует и веб-версия. Отсканируй этот QR-код и жми на ссылку под видео. Начинай играть. Увидимся в Хрониках Хаоса. Не отстает от депутатов с министрами и наш замечательный Центробанк. Напомню, на прошлой неделе госпожа Набиулина объявила об увеличении ставки рефинансирования сразу до 8,5 процентов, сославшись на то, что нужно как-то гасить инфляцию. В начале этой недели в ЦБ сообщили, что в январе данный показатель скорее всего подрастет. Еще не вывозят они, потому что... Не понимаете, что это значит? Я вам объясню. А это значит, что мы снова возвращаемся в эпоху неподъемно дорогих кредитов. Ведь что такое эти 8,5 процентов? Это процент, под который Центральный банк дает деньги банкам коммерческим. Те, в свою очередь, наворачивают на него свою маржу, закладывают туда риски и так далее. И мы с вами радостно входим в 2022 год с минимальной кредитной ставкой процентов в 20. А теперь ответьте себе, не мне. Как этот несчастный предприниматель должен отбивать такой займ по такой-то цене? И к чему оно приведет в конечном итоге? Правильно, к очередному витку роста цен у фермера какого-нибудь давайте рассмотрим. Вот сейчас ему нужно будет покупать посадочный материал уже через месяц-два. Скажем, картошку входная цена 10 рублей условно. Но банку-то он должен отдать 12, а посему эта картошка уже подорожала. Представляете, она еще не посажена, она еще не выросла. Мы говорим о будущем урожае, а цена на нее подпрыгнула прямо сейчас. На этапе оформления кредита то же самое с производством, то же самое с торговлей, то же самое со сферой услуг, чтобы работать и развиваться, нужны кредиты. Даже дорогие, а чтобы отдавать дорогие кредиты, что нужно делать правильно? Необходимо снижать зарплаты сотрудникам и повышать цены на продукцию. Этот процесс невозможно изменить. Инфляция пока держится на высоком уровне, и наше решение направлено на то, чтобы обеспечить ее снижение к цели к концу следующего года. Приведу еще более понятный пример. Вот те, кто сегодня озабочены вопросом покупки жилья или там строительства дома, может быть, наверняка уже успели оценить прелесть данного решения на Биулиной. Потому что в конце ноября, в начале декабря, эско вырос процент по ипотеке был 5,9, сейчас в среднем 10,11. И что будет дальше, остается только догадываться, а рынок жилья тут же встал. Продавцы приостановили продажи, покупатели в раздумьях. Даже уже одобренный ипотечный кредит люди боятся брать, ну просто потому, что можно пролететь и остаться без всего. Вот вам, пожалуйста, еще один удар по российской экономике. В данном случае по рынку недвижимости. А ведь эти проблемы потащат за собой следующее. Например, строители уже на подсосе. С сентября ничего толком не строят, а раз строители не строят, значит убытки несут и продавцы стройматериалов, производители стройматериалов. За ними по цепочке логисты, за логистами по цепочке финансисты и так далее, и так далее, и так далее. И так минус, минус, минус. Это ведь только у Владимира Владимировича все всегда хорошо. Попросту говоря, нет никакого смысла вкладываться в российскую экономику, ни в какие, соответственно, биржевые активы. Потому что цены на все абсолютно будут расти по-прежнему. Потому что базовым является цена кредита. Да в любой отрасли сегодня такая засада. Вот в феврале вступит в силу закон о QR-кодах, ограничивающие посещение общественных мест. И владельцы торгово-развлекательных центров уже охватаются за голову. Они, наконец, убытки посчитали. Ноябрьско-декабрьские. На 40-50% в среднем продажи упали. Ну, у меня вот данные из Челябинска и Магнитогорска. Сейчас можете видеть. Обращение к челябинскому губернатору Текслеру. От 11 владельцев торговых комплексов. Они прямо пишут. Милый друг, вы нас убиваете. Не будем забывать, что бензин в цене вырос. А еще тарифы ЖКХ снова подняли. Ребят, к весне нас с вами такой привет ожидает. Бум-банкрот. Сфреский скачет безработица. Потому что, ну, а куда девать всех этих людей, которые сейчас трудятся у несущих убытки коммерсантов. Или, вы думаете, прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. К слову бюджетников, я бы тоже попросил особо не радоваться. Сидите, наверное, думаете. Зато у нас все стабильно. Слава богу, что я свалил от частника. Нет. Вас также ждут массовые сокращения. Чуть позже, но ждут. Поскольку с налоговыми поступлениями перебои случатся неминуемо. А значит, лишний балласт начнут сбрасывать. Ну, ничего, нужно же станут увольнять. Ей-богу. Так что к осени. Максимум к зиме готовьтесь. Короче, веселые времена наступают. И год нас ждет. Ой, какой веселый. Все. Переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы. Предлагайте. Под ними мы обсудим. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал.